Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! Слушайте, я много встречал всяких головоломок, но это показалось мне максимальным троллингом от разработчиков. Телепортируетесь вы вот сюда, на левый остров, вот тут. После этого вам надо спрыгнуть вниз и найти вот здесь вот фею у этого дерева. С этого места вы и начнёте своё путешествие. И почему же я посчитал, что это такой максимальный троллинг от Михуёч? Очень просто на самом деле, потому что вам придётся за этой феей гоняться аж по всему острову. То есть вам надо делать такой хороший крюк. Она куда-то постоянно улетает под какие-то куполы. Вам эти куполы надо разгадать. Вам надо постоянно куда-то акцентировать своё внимание. Она вечно вылетает из кадра, то есть вы её теряете. Плюс, когда вы нашли эту фею, какой-нибудь противник обязательно вам помешает. И вы пока акцентируете внимание на этого противника, его убивая, опять теряете эту фею. Бывали моменты, когда я просто по 10 минут на месте бегал, пытаясь найти эту фею. А самое противное же заключается в том, что они мелкие. То есть их трудно иногда замесить на фоне. Потому что фон-то такой синеватый, она сама фиолетовая. А на конечном этапе прикол заключается в том, что там две феи. То есть одна вам, которая нужна, а вторая по второму заданию. Я, например, пошёл выполнять сначала первое задание. Потом понял, что это не оно. Вернулся. Но при этом потерял первую фею. Начал её искать. Там ещё блуждал минут 10, прежде чем её найти. В общем, ну такой смех. И за этот весь геморрой вы получите достойную награду. Откровенно говоря, вы получите благополучно и примагемы в плане достижения. И, конечно же, три сундука. Один из них роскошный. То есть вкусно достаточно. Но если откровенно говорит, два новых острова, к сожалению, зачищаются достаточно быстро. И вы выполняете эти острова даже иногда нехотя. Там на 70-80%. Вы прекрасно понимаете, что буквально через пару дней у вас эти острова будут на 100%. И вам снова придётся ждать полтора месяца контента. Нет, я никоим образом не хочу сказать, что эти острова какие-то там недоделанные. Нет, конечно. Дело в том, что просто они очень быстро проходятся. Хотя вроде кажутся достаточно массивными. Но я не заметил большого числа каких-нибудь головоломок. Всего пару. Вот я заметил таких интересных. Да, в плане сундуков они, кстати, более щедрее, на мой взгляд, чем предыдущие острова. То есть тут даются очень часто богатые сундуки. То, что вот, например, не хватало, на мой взгляд, в Инадзуме. То есть, как я понял, и с сундуками они как раз-таки и компенсировали размер территории, в отличие от Инадзумы. Да, кстати, не забудьте, что с патча 2.1 у нас с вами вышла рыбалка. Где её взять, этот квест? Располагается он рядом с Маншатом. Отправляйтесь в Маншат, потом идёте вот сюда на берег. Тут у вас будет стоять вот этот товарищ. У него вы берёте квест, после этого отправляетесь, ловите, выполняете этот квест. Достаточно всё просто. Он вам даёт удочку и наживку. Напомню, что этой удочкой вы можете ловить абсолютно везде. А сами удочки, которые продаются у торговцев, они достаточно странные. Что касается копья, которые даётся за рыбу, напоминаю. То есть, вам надо будет отправиться вот сюда в телепорт, вот сюда, в Инадзуме. И вот тут будет у нас тоже с вами товарищ рыбак. К нему подходите и выполняйте условия для этого копья. Вот так, кстати, выглядит интерактивная карта. Вы её можете найти у меня в группе ВК. Ссылка в описании. Половили днём, не забудьте, что вы можете перевести стрелки и половить ещё ночью. Рыба днём и ночью разная периодически. Что касается именно темы этого троллинга, по поводу феи. Клёвое получилось задание, откровенно говоря. Я, честно говоря, несказанно рад. Повеселился от души, но и понерымчал. Пишите ниже, что вы об этом всём думаете. На этом у меня всё. Спасибо, что смотрели. Не забывайте, у нас есть Дискорд. Там вы можете благополучно пообщаться друг с другом. Также подписывайтесь на группу ВК. Там выкладываются новости. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал. Всех благ вам. Пока-пока.